Итак, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, присоединившиеся к нам зрители. Очень рады вас всех видеть. Мы начинаем нашу секцию веб-семинар «Нас миллион. Разговор на равных» или «Почему я пишу о технологиях». И для начала хотя бы рассказать кратко, о чем мы сегодня будем говорить и кто является нашими спикерами сегодняшними. Социальные сети достаточно плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Несмотря на то, что некоторых они страшат, некоторые считают, что на них тратится много времени, у молодежи все чаще и чаще вызывает желание в них присутствовать. Они в них все время сидят, переписываются, находят средства, является это им средством для коммуникации. Но между тем и профессии, связанные с введением социальных сетей, с введением вебинаров различных, а тем более в сегодняшних условиях, становятся все более популярными. И навыки, которые тебе позволят, помогут вести это успешно, становятся все более востребованы среди школьников. И отвергать эту действительность мы не можем. И здесь, как говорится давным-давно, если ты не можешь это побороть, то надо хотя бы возглавить или попытаться возглавить. Поэтому сегодня мы собрали ребят, которые практически все являются либо выпускниками, либо участниками, преподавателями на наградах. Многие являются представителями других образовательных событий, достаточно знаковых, таких как Сириус, Крышковое движение, Олимпиады, НТИ. Ну и молодые, уверенные, успешные люди. Все они являются блогерами школьной лиги. Если мы можем, будем говорить, я знаю, что не всем нравится это слово, но для общего обозначения и единого смыслового поля будем использовать его. И по очереди представлю их. Первое, это Светлана Щелкова. Светлана Щелкова является педагогом, онлайн-тьютором и преподавателем многих направлений, в том числе и Сириус. Ксения Петрова, студентка второго курса Чувашского государственного университета экономического факультета, активный инстаграммер, если можно так сказать, занимается пением, танцами и в том числе наукой. На последнем на награде в Ханты-Мансийске пела наш гимн, запись, гимн на награды. Запись можно посмотреть у нас на канале школьной лиги, либо у ней. Эдуард Ибрагимов, студент физтех МГУ, тоже второго курса, сотрудник кристаллографии РАН. Анастасия Мурнина. Анастасия является учителем физики, бакалавром, магистрантом Института свободных искусств и наук СПГУ. Тоже участвовал во многих сессиях, была и куратором на награде, и куратором в Сириусе, работала на других образовательных мероприятиях, ну и вообще является популяризатором науки. Андрей Злобин. Андрей Злобин, магистрант Парижской школы химии, главный эксперт на награду последнего, член Муанды и Мэрии на награду. Ну и помимо того, не так давно на нашем канале провел замечательный вебинар, который вызвал большой отклик у людей, и сейчас все ждут, не дождутся следующего выступления по поводу солнечной энергетики. Ну и представлю последнего нашего спикера Диана Мелехова. Диана Мелехова является ученицей, самый молодой наш спикер, является ученицей 11 класса. Ну, уже получается, Диана, ты заканчиваешь со всем школу, не знаю, прошел ли у тебя последний звонок или еще нет, у многих прошел 25-го. Диана является победителем призеров, призером многих Олимпиад, в том числе Олимпиады НТИ и амбассадором крышкового движения. Это круг наших спикеров. Расскажу немного про то, с чего мы начали и почему мы обратили свое внимание в школьной лиге на молодых ребят. Большую часть времени школьная лига акцентировалась на работу с учителями, на создание методических материалов для учителей, популяризации естественно-научного образования и различной помощи школе. Но, естественно говоря, о помощи развития естественно-научного образования в школах нельзя не говорить о главных лицах, действующих в этой тряде. У ученик и школьник нельзя не говорить о школьниках. И с этого момента мы поняли, что если мы хотим что-то популяризовать, нужно акцентировать свое внимание на социальных сетях и на представлении в нем наших ребят, которые достаточно уже экспертны во многих направлениях своей деятельности, которые могут рассказать интересно, живо и на одном доступном языке с теми ребятами, которые будут в дальнейшем пытаться идти по пути высоких технологий, изучения высоких технологий, научным деятельностью заниматься, либо технопредпринимательством. В Хантамансийске в этом году мы запустили на награде проект «Нас миллион». Нашей целью было показать, что молодых людей, которые интересуются наукой, которые интересуются технологиями, которые неравнодушны к этому всему, их достаточно много. Их намного больше, чем мы их видим, но просто за чередой различных обстоятельств мы не всегда замечаем их, не всегда об этом говорим. И вчера у нас были представители профессиональных образовательных организаций, которые рассказывали о том, как они развивают и популяризируют эти направления у себя в образовательных организациях. А сегодня мы говорим с реальными деятелями этого движения, этого направления. И первое, кому я хотел бы передать слово, это Светлана Щелокова и спросить. Светлана, как давно ты начала заниматься, почему ты подумала, что у тебя это получится, и захотела вообще рассказывать о том, чем ты занимаешься, о том, что тебе нравится в социальных сетях, делиться этим с людьми? Я так скажу, я начала это делать, потому что я не могла не делать. Я так понимаю, что я из всех присутствующих вообще единственный носитель профессионального диплома о профессиональном журналистском образовании. Заканчивала я школу, последние 4 года училась в гуманитарном классе, то есть вообще работать с информацией, писать, что-то обдумывать, рефлексировать и рассказывать. Это не просто у меня в крови, это еще вот, ну, я это подтверждала, да, сдавая экзамены в выпускные университеты. И что бы я ни делала, я постоянно рассказывала о том, о чем я делала. Это касалось не только педагогики, да, это касалось и, ну, какой-то социальной работы, да, волонтерства. Так получилось, что, когда я училась на третьем курсе факультета журналистики, я поняла, что быть журналистом, ну, вот в том виде, в каком журналистика тогда была, я не хочу. Я аккуратно свернула в сторону образования, зашла, ну, можно, наверное, так сказать, с черного хода через репетиторство. Мне так понравилось, что все закончилось магистратурой, которую я считаю лучшей на свете магистратурой, факультет свободных искусств и наук, межкультурное образование. Кроме того, на мое становление как педагога и как писателя-профессионала и человека, пишущего о своей работе педагогической, еще появляли, повлияли известные люди, которые уже делали это до нас. Опять же, когда я училась на факультете журналистики, мне попался в руки домик педагогической поэмы Антона Макаренко. Если вы слышали или знаете, он очень известный человек, многие спорят с его педагогическими идеями, говорят, что устарело, говорят, что странно, тем не менее. Вообще-то, Макаренко изначально хотел стать писателем, но у него жизнь немного по-другому сложилась. И он долгое время занимался воспитанием несовершеннолетних преступников, руководил колонией, но впоследствии он писателем все-таки стал. И благодаря его книгам, а я еще потом другие книги читала, я сформулировала для себя вот это вот понимание. Я из тех, кто не любит слово блогер, я хочу быть пишущим профессионалом. То есть есть моя профессия, да, педагогика. Сейчас я занимаюсь в основном разработкой контента для образовательных платформ. Ну, надеюсь, в будущем еще будут и литературные мастерские. Мне хочется, чтобы в моей профессии была педагогика, да, чтобы я была постоянно в поле вот тех изменений, да, вот этой цифровой педагогики. А сейчас вводится такой термин. Но при этом постоянно рассказывала именно об этом. То есть сама цель не блогерство, ну, цель вообще, ну, в профессиональном развитии в качестве педагога. И рассказывать от, ну, исходя из того, что я насыщена информацией и желанием эту информацию распространить. Вот я бы так сказала. Спасибо большое, Свет. Светлана, расскажи, пожалуйста, вот ты, наверное, отмечаешь, кто является основной целевой аудиторией и кто тебя читает. Вот, или есть ли какая-то у тебя разграничение, что вот разные посты ты направляешь на разных, на разную целевую аудиторию, либо у тебя такой контент, который исходит из формирования твоих идей, что ты чем-то хочешь поделиться, вне зависимости от того, кому ты это рассказываешь. Я не могу сказать, что здесь я, ну, какого-то одного принципа придерживаюсь, потому что я на самом деле могу, ну, как и все мы, я очень смутно представляю, кто меня читает, потому что, ну, мы знаем, да, лояльность аудитории, обратная связь — это всегда минимальный какой-то процент от реального количества людей, которые это прочитали и как-то восприняли. Это происходит и на моих личных страницах в социальных сетях и в аккаунте школьной лиги. Но когда я пишу тексты, я приблизительно представляю членов того сообщества, которое, ну, около школьной лиги Роснано, в общем-то, уже сформировано. Оно там есть. В этом сообществе есть и школьники, и учителя, и руководители образовательных учреждений. И я это знаю, потому что, ну, я бывала на оффлайн-событиях в школьной лиге, и я это сообщество видела. И у меня чаще получается, что я, конечно, чередую, потому что, несмотря на то, что есть общие темы, да, что происходит в образовании, какие образовательные технологии, какие-то вещи, связанные с психологией развития, да, ну, вот все, что связано с психологией, с работой мозга, с тем, как мы учимся, это тоже меня интересует в первую очередь. Но я понимаю, что некоторые вещи, конечно, ну, приходится разграничивать. Но, если быть честно, я сейчас с аудиторией школьников сама общаюсь меньше, чем с аудиторией педагогов, поэтому больше я, конечно, ориентируюсь на повзрослевшую часть сообщества, то есть больше на своих коллег-педагогов, на учителей, на руководителей, в общем, на тех, кто школу уже закончил. Но я знаю, что общие интересы есть и те же технологии, и вся психология развития, и работа мозга. И вот недавно я написала пост, да, про выгорание и про отвлечение. Мне кажется, сейчас, ну, все темы, связанные с ресурсностью, которая необходима и в образовании, и в школьном, и в работе, они интересны всем. Я стараюсь искать такие темы, чтобы, ну, разные части одной аудитории все-таки объединять. Хорошо, спасибо. Коллеги, хотел бы еще всем и вновь присоединившимся участникам рассказать про то, как можно задавать вопросы. У нас есть форма чата, где вы можете задать свои вопросы, есть форма вопроса и ответа, где вы можете тоже узнать, что вы хотите либо у конкретного блогера, либо просто задать вопрос с тем. И мы в дальнейшем, в конце, будем отвечать на эти вопросы. Так что не стесняйтесь, задавайте, будем ждать. Ксюша, ты активно развиваешь контакт, в Инстаграме свои аккаунты, ты много постишь свои занятия танцами, пением, творческую сторону, но при этом у тебя есть очень качественные, крутые материалы, которые мы выкладываем и по правилам жизни, и по экономической тематике. Вот что для тебя дается легче, и вообще где ты черпаешь вдохновение для всего этого? На самом деле, заниматься музыкой и танцами я начала еще очень давно, лет с пяти, с шести. Поэтому спустя столько лет, конечно, для меня музыка и танцы даются немножко легче. И, знаете, года три-четыре назад я и не могла подумать, что так тесно свяжу свою жизнь с наукой и технологиями. И вот эта связь возникла у меня после моего первого Нонограда в 2016 году. Ноноград проходил в городе Ульяновск, и после этого я уже четыре раза была в Нонограде, я влюбилась в него, и уже после этого меня заинтересовала тема науки, тема технологий, и, возможно, под влиянием Нонограда я выбрала свое направление, в котором я сейчас учусь, это экономическое направление. И хочется сказать, что экономика, бизнес — то, чем я сейчас увлекаюсь, и то, чем я интересуюсь, и вот эти темы, они неразрывно могут быть связаны с наукой и технологиями. И поэтому я пишу об этом, пишу в основном о событиях, об интересных людях, об интересных мероприятиях, которые находятся в доступности в моей республике или же в соседних республиках. И как раз-таки вдохновение для всего этого я нахожу на этих мероприятиях. Хочется сказать, что я не разбираюсь в каких-то естественных науках, как химия или физика, но мне очень интересно развиваться в этой теме, очень интересно открывать для себя что-то новое, познавать для себя какие-то аспекты. И пусть я не смогу написать, например, пост или текст какой-нибудь о каких-то технических составляющих того или иного явления, но при этом мне очень интересно в этом крутиться, это все познавать, это все узнавать и спрашивать у своих знакомых, у своих педагогов, учителей о каких-то тех или иных тонкостях. И, наверное, вдохновение я ищу как раз в людях, поэтому мне это очень нравится. И мне очень нравится видеть именно обратную связь от людей, которые видели меня поющие и танцующие на сцене, и как девочка, которая этим занималась, сейчас занимается популяризацией науки и технологий. И поэтому мне это, наверное, очень лестит, вот эта обратная связь от людей. А можно ли, спасибо, Ксюша, можно ли сказать то, что вот то, что ты получаешь в офлайне, когда выходишь на сцену, когда танцуешь, поешь, то обратная связь от зрителей, одобрение, получая лайки, какие-то комментарии в сетях, это тоже такая некая обратная связь, подпитка и самодовлетворение получаешь от этого или нет? Конечно, это несомненно, потому что лично для меня, когда я вот последние, наверное, последние года-два начала активно вести свой Инстаграм, который у меня в основном направлен на музыку и танцы, и песни, на свои каверы, и в то же время, когда я начала вести, писать о своих, писать свои мысли, какие-то свои интересные, и про интересные события в своей жизни уже на странице ВКонтакте, я вижу обратную связь от людей, и, знаете, это такое поднятие себе самооценки, то есть лично у меня, благодаря вот этим лайкам, благодаря комментариям, благодаря отзывам людей, очень сильно повысилась самооценка в плане принятия себя, я начала принимать себя такой, какая я есть, я начала не бояться говорить людям о себе, заявлять о себе, говорить людям о своей деятельности, о своих мыслях, и стараться вовлекать людей еще в свою деятельность, и поэтому это действительно такая своеобразная, как сказать... Так, потеряла мысль, в общем, хочу сказать, что это очень приятно, это очень здорово, это совсем по-другому, это совсем иначе, нежели ты выступаешь на сцене. Окей. Очень интересная и важная мысль, которую вот я так что услышал, по поводу некого принятия себя и мотивации для того, чтобы что-то писать, да, чтобы постичь, во-первых, ну там, когда ты прописываешь, как мне кажется, когда ты пишешь какие-то вещи и выкладываешь, это некий навык саморефлексии, да, перед тем, чтобы что-то написать, тебе нужно сначала понять, о чем ты хочешь написать, упорядочить свои мысли, а потом их изложить. И следующий момент, это вот как раз принятие себя как со стороны тебя видят окружающие, достаточно, и если это позитивный отклик находит, то это повышает твою самооценку. Я помню, на некоторых мероприятиях проводят такой тест, сначала дают высказаться, выступить какому-то человеку и просят его оценить свое выступление, свою работу на вот этом вот мероприятии, а после этого собирают обратную связь с тех, кто его слышал. И часто оценки разнятся. Человек в большинстве о своем принято себя, ну, чаще всего себя занижает свою оценку, но окружающие люди, которые видят, которые читают, либо слышат, чаще видят это другими глазами и оценивают намного выше, чем ты оцениваешь себя сам. Поэтому это такое, мне кажется, очень важное и интересное к самому рефлексу. Эдуард, перейдем к тебе. Ты пишешь о физике, ты пишешь о технологиях, ты являешься сотрудником Института кристаллографии Иран, участвовал в награде. Расскажи подробнее о своем блоге, о своих... навык в своем ведении соцсетей. Поделись с нами. Да, в общем, я, наверное, в меньшинстве здесь, наверное, в том плане, что я занимаюсь наукой практически каждый день. Я там не из педагогической среды, не из экономической, не из какой-либо такой. Вот. Я занимаюсь, вообще, я занимаюсь молекулярной электроникой, я занимаюсь гибкой электроникой, полимерной электроникой и всем подобным. Вот. Это очень близко к нанотехнологиям, ну и вообще я, наверное, выбрал благодаря как раз школьной лиге, благодаря на награду вот эту всю область. Мне она очень понравилась, и сейчас с удовольствием просто не работаю. И когда я понял, что мне нужно разбираться больше в том, чем я занимаюсь, знать, что происходит в разных самых направлениях моей научной области, я понял, что самое отличное просто решение этого — это писать об этом. То есть смотреть кучу материалов, что происходит вокруг, и пытаться объяснить другим людям, что же все-таки там происходит, но на понятном языке. Если хочешь в чем-то разобраться, сначала разбираешься в этом сам, а потом пробуешь объяснить другому. Если он понял, значит, ты правильно разобрался. Если не понял, то, видимо, что-то ты сам в этом во всем не допонимаешь. Вот. И по этой логике я всем этим начал заниматься, и мне кажется, что это очень тяжело, я скажу вам, не дается. Мне писать... Это очень тяжело писать публицистические тексты наряду с научными. Потому что научный стиль — это такая клишированная канва, которая сделана для того, чтобы ты посмотрел на лист, понял суть за пару минут и закрыл. Вот. Вот так читаются статьи. А тут нужно каждое слово, чтобы было наполнено смыслом, чтобы каждое слово было не лишним в этом тексте. И поэтому да. Поэтому переключаться между двумя жанрами оказывается иногда очень трудно. Особенно в последнее время, когда ты пишешь две параллельно-курсовые работы, у тебя здесь какие-то дифракции, интерференции, здесь молекулярная электроника, а здесь нужно еще объяснить человеку, что это такое, хотя ты сам еще не понимаешь. Какие... Есть ли у тебя какие-то советы тому, как писать о сложных вещах достаточно доступным, популярным языком? Или, наоборот, ты не разграничиваешь, не пытаешься упростить научный публицистический стиль, научно-публицистический, а пытаешься равно сделать его достаточно таким содержательным. То есть вопрос, какие советы можно дать при написании таких текстов, да? Ну, вот первый совет, это, конечно... Или какие лайфхаки ты используешь, когда пишешь? Вот я... У меня есть, к счастью, возможность сначала попреподавать физику. Я там занимаюсь репетиторством, вот так, у меня есть какие-то курсы в школе, в которой я когда-то учился. Так вот. И у меня есть возможность сначала рассказать это, то, что я хочу написать. Как-то свести этот конспект, понять, что людям интереснее и так далее. Вот, соответственно, то есть если я преподаю там какую-то обычную там олимпиадную физику, да, я туда им закидываю сразу и тему в какую-то околонаучную. Они на нее как-то реагируют, я понимаю, что им интересно, что им неинтересно. Вот. И мне кажется, что вот эта вот самая интересная практика это сначала рассказать кому-то, прежде чем написать. Вот. Потому что в общении сразу понимаешь, что действительно интересно и что действительно есть смысл рассказывать в тексте своем, а что нет. Вот. А второе, это, конечно, начитаться, начитаться побольше, просто максимально много. Это вообще универсальная, наверное, совет к тому, чтобы написать свою какую-то научную статью и написать свой какой-то публицистический текст. Это почитать 100 текстов других, чтобы понять вообще, как все устроено и о чем интереснее говорить, и о том, о чем стоит поговорить. И все-таки, когда ты прочитал уже 100 текстов каких-то, прочитал 100 научных статей по своей тематике, твоя статья оказывается кристально понятна тебе. Вот. Ты еще не знаешь, о чем писать, но уже понял, что будет в конце. Вот. И мне кажется, что, да, вот два таких совета. Во-первых, рассказывать, говорить, я, в принципе, наверное, человек, который легче мне говорить, чем писать. А во-вторых, да, побольше читать о том, о чем хочешь написать. Вот. Ну, я знаю, что ты публикуешь не только статьи о науке и технике, технологиях, но и о туризме. Вот недавно писал о поездке в Польшу. Конечно, я понимаю, что время такое, когда это сейчас ты не попишешь особо про туризм. Но, тем не менее, вот как ты совмещаешь, делаешь какую-либо градацию по контенту? Сколько у тебя на странице должно быть контента или научного, либо популярного, либо вообще отвлеченного на какую-то тематику? Есть ли у тебя какие-то... Я бы очень хотел, конечно, более системно подходить к тому, что я и когда публикую, но это все-таки такая примыкающая к основной деятельности работа. Мы проводим там, я в университете развиваю технологии, мы проводим конкурс научных проектов для молодежи грантовый и студсоветом руковожу своего факультета. Поэтому времени на все не хватает. Мой инстаграм сейчас практически умер. Я вот заскринил нашу конференцию, выложил, чтобы понимали, что я еще живу вообще, чтобы мои подписчики знали, что что-то в моей жизни происходит на карантине. Вот. А так, я думаю, что я стараюсь писать в ВКонтакте о каких-то очень глобальных историях, потому что я не хочу нагружать ленту ВКонтакте людей. И, собственно, когда ты пишешь о чем-то глобальном, это тогда и набирает какие-то обороты, люди эти начинают делиться между собой в личных сообщениях. И вот для этого у меня есть ВКонтакте, для каких-то крупных историй. Вот, допустим, как поездка там в Польшу, такая глобальная была история, конференция, много чего интересного. И для каких-то заметок, мыслей, чего-то такого более легкого у меня есть Инстаграм. Вот. И туда, собственно, я стараюсь не дублировать контент, хотя бывает, что так происходит. И там у меня тоже истории, у меня для какой-то эстетики, которую я заметил, я очень люблю фотографировать, жду, не жду, дождусь, когда накаплю денег на новый телефон. Потому что у меня телефон равно камера, вот, а работа равно ноутбук. И вот, и тогда преобразится опять мой Инстаграм, наверное, с новой силой заживет. Вот. А так я стараюсь, в Инстаграме в истории постить какие-то жизненные просто вещи и красоту, которую мне удается запечатлеть. Вот. А в ленту основную стараюсь постить какие-то содержательные истории. Вот. В этом, наверное, такая у меня логика. Понял, спасибо. Ну, мы сейчас зададим несколько вопросов на общее обсуждение, а сейчас перейдем дальше. Настя, ты бакалавр, закончил бакалавриат как учитель физики, ты достаточно много общалась с молодежью, и у тебя в качестве как и педагога, и куратора, и тьютера, и у тебя достаточно такой активный, живой Инстаграм и социальные сети, много подписчиков. Вот расскажи про свои секреты того, как помогают ли тебе твои навыки профессиональные, которые ты получил как педагог и твои навыки в обучении в магистратуре, помогает ли это тебе для общения, для составления интересной живой темы, разговора и то, о чем ты пишешь, того, чего ты пишешь. Спасибо, Антон. На самом деле я не могу сказать, что я пишу только про технологии, только про физику, науку и так далее. Я пишу про свою жизнь, то есть у меня есть такая черта рассказывать истории, и, наверное, те люди, которые со мной близко знакомы, я у них ассоциируюсь как большая история. Когда-то у меня была такая маленькая мечта написать свою книгу про приключения. И когда я загорелась этой маленькой мечтой, я в свою жизнь начала впускать эти приключения. Это началось еще задолго до того, как я поступила в университет, до того, как, возможно, я поступила в школу. То есть моя жизнь это сплошное большое приключение. И я стараюсь ее наполнять разными событиями. Почему я вообще пишу и почему для меня важно писать, это не какое-то такое системное, знаете, вот, ну, написать пост там раз в неделю, условно, нужно что-то сказать, нужно составить контент-план. У меня просто получается это вот от сердца, вдохновила мне какая-то история, и я подумала, что нужно этим поделиться. Я пишу про это какой-то пост. И что я заметила, все мои посты, я сразу скажу, я не умею писать, у меня были проблемы в школе с сочинениями, и я всегда от них отходила, я всегда писала стихотворения. Я их тоже не умела писать, но стихотворения для меня было проще написать, чем написать сочинения, эссе, и для меня некий страх писать. но здесь я замечаю, что, ну, вот здесь это в онлайн-пространстве, я замечаю, что у меня получается, меня читают, люди, ну, идет какой-то отклик от аудитории, и я всем вот этим вдохновляюсь, у меня уже постепенно страх писать немножко уходит. Я пишу без формализма, там, без официоза, я пишу сразу, задаюсь какой-то, задаюсь каким-то вопросом. Вот совершенно недавно для меня так прям глобально меня затронула одна тема, и я задалась вопросом, почему важно изучать науку в нашей стране, вот именно сейчас, почему важно, понимают ли молодежь, понимают ли школьники, студенты, люди, которые занимаются наукой или образованием, что науку развивать в стране сейчас важно и нужно, и я провела такой маленький опрос и ну пришла к выводу о том, что об этом нужно говорить, нужно говорить о том, что нужно развивать науку, нужно думать об этом постоянно, и все действия наши в жизни ну направлены на такое некое благое дело. Что меня вдохновляет и почему я вообще пишу? И изначально я писала, я работала в школе одаренных на первом курсе, когда училась в Тюмени, и я участвовала в разных олимпиадах, помогала детям, участвовать в них, была организатором крупных олимпиад, наносов, истехи и прочее, и я заметила, что многие школьники не знают о возможности участия в олимпиадах, конкурсах, и я стала об этом писать, я стала мотивировать их и рассказывать о том, что это все есть, это все доступно, просто сделайте шаг и начните, и меня эти дети стали вдохновлять, и я училась в маленьком, в маленькой школе, в маленьком городе, сейчас я живу в Санкт-Петербурге, мой родной город это Серов, так вот, мы мало там говорили об олимпиадах, о каких-то таких больших глобальных целях в жизни, в стране, мы просто учились, но я всегда задавалась вопросами, а почему так, а почему это, и мне всегда хотелось чего-то большего, поэтому я вырвалась и уехала учиться в Тюмень, сама одна, сейчас также вырвалась в Тюмень, потому что поняла, что мне нужно еще больше, и сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, и вот дети, к чему я веду, дети меня вдохновили, вдохновили самой учиться, развиваться, получать эти знания, участвовать в олимпиадах, и я на протяжении трех лет была куратором в Сириусе, у меня было порядка, наверное, десяти образовательных программ направлений наука, и вот буквально в этом году я сама стала студентом, неоднократно посещала образовательные программы, и уже вдохновляю своих коллег, своих студентов, своих школьников также участвовать, что вот смотрите, на моем личном примере это возможно, рассказываю свою большую историю, которую наполняю наукой, технологиями, приключениями, не могу сказать, что моя основная область это физика, нет, физика это одна большая история, которая продолжается и сейчас уже в качестве преподавательской деятельности, в качестве образования я создаю разный научный контент, вот, но так же я занималась спортом профессионально, я играла в хоккей, я была призером по легкой атлетике, призером Свердловской области по легкой атлетике, я занималась какое-то время моделингом, и у меня есть один классный пост про то, как я разбирала RFID-метки, если у нас вдруг останется время, я расскажу про эту историю, то есть в целом моя жизнь, она наполнена разными событиями, и я никогда не составляю план, про что нужно писать, я просто думаю, так, важно, вот именно сегодня написать будет про то, как я сейчас на батаконнике выращиваю клубнику, например, и что вот у меня одна клубника, допустим, в одной среде растет, другая в другой, и я задалась таким вопросом, и я провожу свое собственное исследование, об этом рассказываю своей аудитории, как в Инстаграме, так и ВКонтакте, вот, поэтому вдохновляться можно всем, что нас окружает, самое главное жить и развиваться, и тогда контент, он появится там, вот, как-то так. Спасибо. Интересная идея о том, что благодаря, и это тоже лежало в основном в части работы нас по проекту «Нас миллион», когда мы его создавали, когда мы его продумывали, и что, когда ты пишешь для своей аудитории, ты можешь быть из маленького города, который потом дальше узнает чуть больше, чем дается информации там твоим друзьям, каким-то твоим людям, которые находятся в близком круге. Но в процессе времени ты можешь этой информацией делиться и тем самым увеличивать объем их знаний, влиять на повестку информационную, ну и на направлении интересов. И тут важный вопрос. А вот какой бы ты совет дала ребятам, которые хотят себя попробовать сами в качестве блогеров? Понятное дело, что история о том, что пиши, что вокруг тебя, она достаточно простая, но как мне скатиться вот в такую, знаешь, описание повседневного быта? как сделать так, чтобы твой текст, твой материал, твое видео или какой-то другой формат, который ты выкладываешь, был и интересен, и был достаточно насыщен содержанием? Ох, Антон, сложный, наверное, вопрос, потому что, опять же говорю, у меня все происходит это интуитивно, я так чувствую, я думаю, что этот контент зайдет в аудиторию. Но здесь, наверное, нужно, как говорится, будущее наступило вчера, заглядывать немножко, немножечко вперед и думать, что вот тот контент, который я хочу, тот контент, который я хочу выложить и той информацией, которой хочу поделиться со слушателями, она должна быть актуальна, актуальна сегодня, и пусть это будет рассказ про, не знаю, какая сегодня погода, но в этом должна быть какая-то фишка, то есть слушатель постоянно должен после каждого предложения, ну, то есть там должна быть всегда какая-то тайна, чтобы хотелось просесть дальше, узнать, а что там, то есть можно задать какой-то вопрос, вот я люблю начинать свои рассказы с вопросов, я задаю парочку вопросов глобальных, и тут уже слушатель начинает рассуждать, что я думаю на этот счет, а что она вообще думает на этот счет, и происходит заинтересовать, то есть, и когда слушатель заинтересовался, ему интересно будет прочесть, ну и, соответственно, нужно подкрепить каким-то креативным контентом, как вот ты сказал, какое-нибудь видео, какая-нибудь фотография, еще моя такая личная фишка, я стараюсь выкладывать свои личные фотографии, ну, то есть, чтобы на моей визуальной, на моем, ну, на моей визуальной информации была какая-то частичка меня, то есть, это не просто там картинка из интернета, а это созданная мной, или, ну, или, собственно, я в процессе. Более персонализированный контент, да, что все-таки страница и блок получается твой, и ты пытаешься тем самым привлекать, что не только содержание, но и показать, вот, в ленте новостей мы все, наверное, знаем про вот эти сложные системы, про алгоритмы построения ленты, что не все всегда так просто, что ты написал контент, и он вышел, и сразу все его увидели, но и должны быть некоторые такие лайфхаки, некоторые секреты того, каким образом это попадает дальнейшим друзьям, и через посты, через привлечение, создание персонального бренда, это, конечно, один из таких рабочих форматов. Окей, спасибо, Настя. Андрей, ты сейчас находишься не в России, во Франции, язык твое общение чаще всего, я так думаю, будет иностранный, но при этом ты очень и на своей странице описываешь все ситуации, которые происходят с тобой в научном поле, и активно недавно провел такой популяризаторский, скажем так, вебинар в рамках Академии Награда. Вот расскажи чуть побольше об этом опыте, поделись, как помогает тебе твое обучение во Франции, наоборот, как оттягивать тебя от единой языковой среды, и сильные различия в культуре, в понимании, какое отношение к блогерству, или точнее не блогерству, а к популяризации науки своего, работы среди ребят, молодежи и взрослых во Франции. Ну, начну я с того, что на самом деле, да, разница языковых полей, она довольно сильно чувствуется, я был дико рад, когда меня пригласили читать вебинар, потому что, не знаю, наверное, это мое первое большое выступление за минимум полгода, но, скорее всего, чуть больший срок на родном языке, потому что на французском меня не сильно пустят чего-нибудь там читать долго, потому что, естественно, я не носитель, и я буду долго экать, демейкать и так далее, даже для французов, те, кто говорят на французском изначально, это вполне себе нормально, но это действительно была очень большая такая возможность сделать лекцию, прочитать лекцию, и мне кажется, у французов на самом деле, исходя из разницы возможного образования, у французов все образование немножко идет в русло прикладное, то есть, здесь нет такой академичности, здесь нет такой фундаментальности и дисциплин, здесь преподавать то, что тебе конкретно нужно, то есть, если ты что-то изучаешь, и ты спросишь своего сокурсника, француза, зачем он это изучает, он тебе ответит, он скажет, вот я это изучаю, потому что хочу делать это, и потому что это даст мне какие-то, какие-то компетенции, вопрос с компетенциями французов, это вообще очень вопрос здесь, как сказать, известный, то есть, в отличие, мне кажется, от наших выпускников, что школ, что университетов, здесь каждый человек знает, чего он хочет точно добиться в будущем, он точно знает, что я буду работать вот за такую зарплату, вот там-то, в такой-то области, и в этом мне помогают вот эти компетенции, и вот я буду развивать такие-то компетенции в будущем, и вот, например, сейчас карантин, я для развития этих компетенций пройду пару курсов на курсе реакт, но всем расскажу про него, ну, примерно вот так это и действует. На самом деле, что касается контента, я здесь, наверное, в самом, таком, заглянул на огонек, что называется, в самом выгодном свете, меня попросили прочитать лекцию, лекция такое разовое событие, ну, да, меня попросили прочитать вторую лекцию, но мне кажется, что это нежели проще, чем вести постоянно блог, потому что самый первичный барьер, это при, если хочешь начать вести блог, это барьер, это как перейти от потребителя контента к его созданию, причем не и разовому созданию, не там два раза, не три раза, а на регулярной основе. То есть я пытался с другом начать вести блог про Францию, он там существует, да, и все такое, мы туда кидаем смешные картинки, смешные истории, и также истории, как выжить во Франции студентам, но вот, например, так же, как начался карантин, мы туда ничего не кидаем, потому что, ну, просто, во-первых, мы устаем от компьютера, мы устаем от, и так, информационного пересечения, то, что мы тут сидим, в общем, такая же ситуация, как у Эдуарда с Инстаграмом, хочется что-то туда вкинуть, но, наверное, тоже сделаем репост школьной лиги, что мы живые тут, в общем, первичный барьер, это барьер между потребителем контента и создателем контента, вторичный барьер, мне кажется, это как сделать контент интересным, мы сегодня про это уже говорили немножко, и здесь вопрос, какую метафору вы подберете, чтобы рассказывать интересно, каким соусом вы подадите всю вот вашу информацию, которую вы хотите донести, чтобы ваши слушатели, ваша целевая аудитория начала это вообще в принципе воспринимать каким-то образом. Ну вот смотрите, сегодня очень популярны, например, блоги, обзоры на Ютубе, там распаковочки всякие, различных девайсов, различных новых телефонов, презентации всяких компаний. Почему это популярно? Ну потому что я могу, условно говоря, презентацию посмотреть, потом через полгода пойти в магазин, купить этот телефон, этот фотоаппарат, этот ноутбук и им пользоваться. То есть это что-то очень близкое. А простите, когда вы рассказываете о каком-нибудь суперквантовом компьютере, который производит непонятно какие вычисления, непонятно, когда мы будем им пользоваться, вопрос, как мы будем заинтересовывать нашу аудиторию. И вот это второй барьер, такой довольно серьезный, наряду с первым, который необходимо преодолеть начинающим блогерам. мне как, как сказать, тоже как ученому, поскольку я и до, и после обучения во Франции буду, работал и буду работать в научном институте, мне как бы немножко проще читать лекции, потому что я еще одновременно организовываю различные образовательные события, в том числе и помогаю школьной линге с наградом потихонечку во время его проведения, будучи в Молодой Мэрии. У меня потихоньку набирается материал, по которому я могу делать какие-то лекции. Я слушаю других людей, я читаю много научных статей, и вот этот весь экономический бэкграунд, он очень сильно помогает. И когда я вижу в интернете какой-то подобный материал, я сразу четко фиксирую, что, допустим, этот материал плохо структурирован, я сразу четко фиксирую, что вот это не объяснено, а нужно было. И тут же появляется как бы желание сделать все, ну, не то же самое, но донести изначальную идею, я, например, это сделал конкретно с альтернативной энергетикой, зачем мы это все делаем, чтобы понимать общую логику развития того, куда мы движемся. Ну, вот уже спасибо. Андрей, несколько раз прозвучала такая фраза, которая мне очень импонирует и нравится, и начал я сегодняшний разговор с того, что блогерство стало одной из таких желаемых профессий для школьников, многие насмотревшиеся распаковщиков и другие какие-то популярные развлекательные видео, во многом считают, что это, ну, какой-то некий такой простой жанр, когда ты можешь просто сесть перед экраном, перед камерой, просто сесть перед ноутбуком, компьютером, взять и написать, взять и что-то создать. Но, как показывает практика и как показывает вообще опыт многих коллег, страх белого листа, да, он в основном у тех людей, у которых есть какое-то содержание внутри, но они не знают, как его изложить. И блогерство не такая простая задача, не такая простая работа, как кажется, на первый взгляд, требующая под собой большое содержание, требующая от тебя большой подготовки. То есть перед тем, как начать что-то делать, все равно тебе нужно запастись внутри себя, наполни, как пустой сосуд должен быть наполнен каким-то там контентом, который ты через призму своего существования, своего опыта, своих знаний, своих навыков преломишь и передашь это дальнейшем вот той аудитории, которая тебе близка. Ну, или хотя бы там, как все начинают, все молодые начинающие блогеры и бизнесмены в основном первые, кто является потребителем либо контента, либо продукта, это там родственники, друзья. И начиная как на кошках, дальше развивать, развивать, развивать. Спасибо. Ну, перейдем дальше. Диана, я знаю, что ты ведешь несколько групп в соцсетях и достаточно много пишешь сама на своей странице и вот для школьной лиги. Расскажи поподробнее, что именно мотивирует тебя, что ты пишешь и как, в чем разница между различными стезями, вот такими, как блогер для школьной лиги или общение, поддерживать там модератор чата в Телеграме или ведущий какого-нибудь паблика, в котором только твои ровесни. Ну, на самом деле для разной аудитории я рассказываю разным, то есть кому-то интересно послушать о моей жизни, почитать, например, для этого есть канал в Телеграме и Инстаграм, где-то я пишу наоборот о науке, это здесь один паблик по химии и еще школьная лига Руслана, где-то мы просто закидаем какие-то локальные мемы про наши комьюнити, то есть очень сложно писать о чем-то одном везде, это неинтересно, поэтому для разной целевой аудитории приходится говорить о разном. А насчет мотивации, ну, вообще, на самом деле у меня почти все друзья олимпиадники и при этом они из разных сфер, то есть кто-то, например, разбирается в большее программирование, кто-то в биологии, кто-то в физике, кто-то в химии, и все разбираются на разном уровне, но при этом мы пытаемся объяснить друг другу какую-то информацию своей сферы так, чтобы другой человек это понял, то есть мы чем-то интересуемся и пытаемся донести это до других. Так вот, главной мотивацией является то, что можно рассказывать о чем-то интересном не только своим друзьям, но и какой-то большой аудитории, потому что, возможно, они тоже хотят об этом почитать. Ну и, соответственно, мне нравится писать что-то для неподготовленной аудитории, потому что таким образом я, можно сказать, втягиваю их в сферу нанотехнологии, в сферу физики, науки и так далее, потому что, может быть, они об этом до этого не знали, а сейчас они прочитали, заинтересовались и захотят этим заниматься по жизни. И мне кажется, что это очень круто. Спасибо. А как при наличии таких нескольких сфер коммуникации, как сохранить этику и какие советы есть или каких ты придерживаешься правил, чтобы выдержать вот эту вот этику, не скатиться, например, в какой-нибудь организм или в понятной только там для молодежной среды кружковцев термины, когда ты разговариваешь с публикой, например, школьной лиги? Ну, это очень сложно на самом деле. Для некоторых каких-то публиков у нас есть что-то вроде корпоративной этики, как мы это называем, то есть о чем можно писать, о чем нельзя писать, что можно писать, что нельзя писать, то есть у нас есть какой-то свод правил, с помощью которых мы моделируем свою речь, но при этом можно чисто условно распределять, кто что поймет, ну, то есть, например, у меня есть паблик «Красивые программисты», где мы иногда просто выкладываем какие-то фотографии с смешными подписями, и, разумеется, я этого не буду писать про нанотехнологии, или применять какие-то научные термины, которые никто не поймет, но при этом в своих статьях я не буду использовать те шутки и те термины, которые использую при написании постов в том паблике, то есть, это как-то все интуитивно происходит скорее. То есть, это какой-то такой внутренний ментор, который следит за этим, а не какие-то свод правил, которые сформированы там, либо взрослыми, либо кем-то еще, там, не знаю, учителями, руководителями, наставниками, либо это вот вы в своей аудитории собрались и приняли такой свод правил. Да, то есть, мы сами его принимаем, мы сами это все пишем, но тем более, что каких-то особых учителей и наставников сейчас у меня нет, с которыми я общаюсь, но за редкими исключениями. Спасибо. Ну, и теперь перейдем к вопросам таким общим, и здесь мне был бы интересен опыт каждого о взаимодействии, как реагировали, когда вы начали писать, как реагировали на это на первые ваши посты, и есть ли такая, чувствуете ли вы, видите, преломление между первыми своими работами, опытом, и вот сейчас, на том этапе, когда вы пишете, какая разница и какие вот пути вы, как это прошли. И давайте тогда по очереди я задам этот вопрос каждый, у меня все поменялись местами на экране, поэтому буду задавать так, как сейчас расположено. Ксюша, тебе первый. На самом деле, я задумалась насчет этого вопроса, и я поняла, что, наверное, не было такого момента, когда я начала, прям, ну, села и начала вести контент, то есть села, начала писать, села, начала выкладывать, что-то рассказывать, нет, я, как уже сказала ранее, всегда, всегда писала, писала в школе, писала различные сочинения, которые положительно оценивались моими учителями, также, когда писала, участвовала в литературной смене, на смене литературного творчества в образовательном центре «Сириус», тоже писала и чувствовала положительный отклик, но эти тексты не выкладывались в интернет, и не было пока понятно, как на это могли бы отреагировать читатели. И когда я начала писать о своей жизни, о своих поездках в Ноноград, о своих путешествиях, о своей деятельности, я поняла, что многим людям нравится наблюдать за мной, людям нравится наблюдать за интересными людьми, как бы это высокомерно не звучало, но я считаю свою жизнь интересной, и мне хочется рассказать об этой жизни, и хочется, чтобы другие люди делали также свою жизнь интересной. То есть люди задают вопросы, люди спрашивают, а как, а почему, а как ты туда попала, как так случилось, что ты поехала в Ноноград, например, или люди удивляются, люди интересуются, и на самом деле я на своей практике, на своем опыте очень редко встречала на современном языке хейта в свою сторону, потому что мне кажется, что людям, наоборот, это очень интересно, и я думаю, вот так. Это, кстати, отдельный вопрос следующий, который я хотел задать после того, как пройдет круг этого обсуждения вопроса по поводу хейта, негатива вообще, как говорится, в соцсетях, которого достаточно много бывает. Эдуард, расскажи про твое мнение, как ты чувствуешь ли разницу между тем, как ты начинал писать, помогает ли тебе постоянно вот это вот, то, что ты пишешь на различную тематику, помогает ли сейчас, делает ли это твой контент лучше со временем? Да, мне кажется, конечно, с каждым разом писать все легче и легче становится, потому что уже как-то навык вырабатывается и уже знаешь, о чем писать заранее. Самое главное, конечно, начать. И вот я согласен с тем, что было сказано, действительно, людям нравится то, когда ты делишься чем-то интересным, если ты, и для меня вообще показатель, наверное, если мне есть о чем писать, значит, в жизни что-то происходит интересное. Если мне нечем делиться, значит, что-то идет не так, значит, как-то скука какая-то вообще накрыла все время, но есть и исключения, конечно. Иногда есть о чем писать, но времени нет писать. Мне кажется, вот сейчас тоже Андрей сказал такую справедливую мысль. Сейчас 24 на 7 мы в компьютеры свои погружены, и у меня иногда просто уже нет желания что-то делать в компьютере такое, что я могу не делать. Вот я иногда думаю, нет, я уже не могу писать, потому что сегодня 7 зум-конференций мне хватило. Все бесконечные занятия, которые сейчас идут, и встречи, причем сюда же перенеслось все, не только учеба, сюда перенеслась и учеба, и друзья, и проекты, и, я не знаю, скоро прогулки, скоро, мне кажется, будут зум-камеры ездить по городу, потом подключаешься и просто смотришь на улицу, как там все происходит через зум. Просто в этом ключе, конечно, с одной стороны писать хочется, с другой сил не остается, когда у тебя очень насыщенная жизнь, и вот, но с каждым разом все проще и проще, это точно, однозначно. Но вот я тоже хотел такой, наверное, мысль еще в этом ключе поделиться, я вот делю контент как бы на две такие категории, с одной стороны это факты, опыт, то есть, да, вот я там посетил какое-то мероприятие, написал о нем, да, то-то было так, то было то интересно, то может быть не очень и так далее. Это один вид. А другой, это когда ты пишешь свои мысли какие-то. И вот, когда ты пишешь свои мысли, страха, конечно, намного больше, потому что как это людям, как люди это оценят, твои мысли, и насколько твоего какого-то опыта хватает, чтобы судить, чтобы какие-то серьезные суждения выставлять, вот это, вот это намного сложнее писать. И поэтому я вообще любитель такого событийного контента. Вот я посетил конференцию, написал, чтобы сказал, что мне понравилось, что мне не понравилось, какие интересные мысли возникли. А вот когда ты даешь чему-то оценку, когда ты начинаешь рассуждать там о будущем нанотехнологий в России, вот, это сразу такой очень большой вопрос, насколько ты можешь это делать. Вот это очень тяжело писать, вот это, на самом деле тяжело. Ну, понятное дело, да, там, как мы говорили, вот эти экспертные оценки и компетенции, хватает ли у тебя компетенции, чтобы быть достаточно громким экспертом, как мы знаем, люди, которые, как это еще и Аристотель говорил, в своих работах и в трудах по поводу границ знаний и незнаний. Сократ, я знаю, что ничего не знаю. Это, конечно, очень важные моменты. но мне понравилась идея, мысль про VR, про, точнее, не VR, а про путешествия. Мне кажется, это отдельное направление блогерского туризма, описание путешествий, когда ты надеваешь очки VR и путешествуешь по другим городам, странам, и это же история, которая близка и к технологиям. Многие люди не видят, не знают, как выглядят наноразмерные вещи, что это вообще такое и как там квантовый компьютер, про который мы писали, и кубиты, как это все посмотреть, как это увидеть. А пока я не посмотрю, я в это не поверю. И этим руководствуются многие. Поэтому это тоже такое отдельное из направлений, которое, может быть, было бы интересно для прочтения, написания о нем и развития. Ну, кстати, когда Андрей говорил по поводу квантовых компьютеров, Эдуард, я немного посмелюсь, потому что действительно Эдуард есть замечательная статья, небольшая популярная, про квантовые компьютеры. И когда я ее писал Эдуард, так чуть-чуть помучились с терминологией, с тем, как сделать ее приближенной к аудитории, чтобы и самому было понятно. Я как человек не самый близкий к квантовым вычислениям, но что ты об этом слышишь, и все равно какие-то вещи видел, не видел, слышал, не слышал. Поэтому переписывали. Здесь отношение к своей аудитории и выстраивание вот этого языка коммуникации очень важно. Настя, расскажи нам, пожалуйста, если сталкивалась ли ты с чувством белого листа эффектом, и чувствуешь ли ты увеличение качества, улучшение качества твоего контента, твоих постов со временем, чем больше ты пишешь или меньше, если какой-то там вот лак, связанный с тем, что сейчас у тебя не хватает времени или наоборот много времени удалять. Да, Антон, безусловно, у меня всегда, всегда есть вот это чувство белого листа, и всегда в моей голове сразу же появляются такие маленькие человечки, которые говорят, Настя, ты не сможешь это написать, ты не сможешь, не надо, не пиши, ты же никогда не подписала. Ну, в общем, вот постоянно в моей голове есть такая мысль, и я с ней борюсь, вот просто борюсь, я сажусь и начинаю писать, начинаю писать, и я замечаю, что это работает, вот именно внутренняя борьба над вот этой своим большим страхом писать, у меня именно страх писать, поэтому желание делиться своей жизнью интересно так, как я рассказываю своим друзьям, знакомым коллегам о своих приключениях, вот это желание поделиться и оставить свой цифровой след, вот это переполняет меня в момент борьбы с этими маленькими человечками. Буквально недавно мы запускали мини-курсы на платформе цифровой на наград, и Настя, коллега моя, попросила написать мне вводную, ну, вступительную часть, пост про эти цифровые курсы. И вот у нас было время буквально два часа на это все перед самым запуском, и я села, и я поняла, я не знаю, что это. Ну, вот у меня есть мысли, но я не знаю, как это сказать так, чтобы это было в несколько абзацев, и так, чтобы это было понятно сразу про что продукт, и его бы захотели, ну, условно, пройти по ссылке и заниматься на курсах. И вот мне потребовалось чуть больше, чем два часа, три часа, это было где-то в ночи, но тем не менее у меня получилось, и я когда прочитала на утро, я подумала, это я могу так писать? Ну, то есть, да, там нет какого-то сложного или какого-то такого красочного, не знаю, красочной истории, но тем не менее там вроде все понятно, все по логике и цепляет. И вот когда я пишу и вижу отклик, что мне люди пишут, вообще иногда люди, которых я даже не знаю, делают репосты моих записей на моей же, с моей страницы к себе на стену, вот это меня удивляет, и вот это вдохновляет меня писать больше и бороться со своими маленькими человечками. Маленькие человечки или маленькие эти тараканы, которые все вместе у тебя в голове бегают? Главное их направить в нужное русло. Я уже с тобой с тараканов, а ты маленький человечки. Да. Андрей, ты, поскольку в меньшей степени отвечаешь, пишешь какие-то такие, это постоянный блок, но при этом проводишь лекции в оффлайне и в онлайне, вот расскажи, когда, перед тем, как создавать лекцию, написать какую-то лекцию, какие этапы ты преодолеваешь и вообще есть ли разница, например, в онлайне и в оффлайне и помогает, вот поскольку я спрашиваю у всех про путь от начального написания там первых постов до вот постов, которые сейчас выходят, помогают ли навыки твои ведения лекций в оффлайне для того, чтобы вести лекцию в онлайне или это совершенно разные среды? Ну, проблема остается та же самая проблема быть экспертом. Эксперт я или нет в какой-либо области имею ли право вообще рассказывать про это? Правильно ли я могу интерпретировать всю эту информацию? То есть отличие лекции, наверное, от событийного контента в том, что материал копится не сразу, а постепенно и довольно сложно весь материал там даже на лекцию, на лекцию там полуторачасовую, да даже и часовую лекцию, сложно там весь материал найти, сбрепировать за неделю, если ты хочешь делать ее качественно. То есть эту проблему я решаю следующим образом, то есть уже довольно давно я формирую некоторый список вопросов, когда мне говорят, хочешь там прочитать лекцию про то или про то, я формирую себе некоторый список вопросов, очень короткий, и отвечаю в стиле Ричарда Феймана, если я могу объяснить это маленькому ребенку, то и он поймет это, то значит да, я в принципе компетентен. После того, как я что-то уже сделал, там первые наметки лекции сделал, я ее присылаю друзьям с каким-то подобным, как у меня программом, и спрашиваю, понятно, непонятно, правильно ли я вообще интерпретировал какую-то информацию или неправильно, но чаще всего все нормально. Насколько я понимаю, это вообще абсолютно нормальный процесс, что в научном мире, что в издательском мире, когда вы делаете какой-то контент, вы отдаёте его редактору, ну редактору, корректору и так далее, потому что, ну делать ошибки, мы все можем какие-то маленькие недочеты допустить. Другая проблема, когда пишешь текст, Настя уже частично затронула эту тему, это краткость. Ну у меня это прям совсем проблема, потому что я могу говорить о некоторых вещах прям бесконечно, писать, соответственно, тоже. Это вырастает не просто в лонг-рид, а в лонг-лонг-рид, если не в лонг-лонг-лонг-лонг-рид, и который читать там за один раз просто невозможно. Иногда получается не то, что разбавлять, но замещать часть контента текстового, например, картинками, часть визуального контента замещать видео, то есть, например, какой-то отмонтированный кусок, он будет короче, и таким образом мы сможем укоротить наше уступление и в то же время не потерять его содержание и сэкономить время. Ну, а насчет почему вообще, точнее, вижу ли я свое развитие или нет, я думаю, да, но на самом деле до восьмого класса я считал, что я гуманитарий и собирался пойти на журфак, но потом все внезапно после первого награды поменялось, и с того времени, да, я четко вижу развитие свое. С восьмого класса я там был в журналистской студии, обучался там в культуре речи, в культуре выступления и подобным вещам, потом были конкурсы лиги, тоже посвященные каким-то журналистским темам, да, там, например, проводятся недели на технологии, как сейчас, но тогда мы делали небольшие такие заметки, мы там монтировали буквально газету на А4 на одну страницу и прислали в лигу постоянно, это тоже очень сильно помогает, и, соответственно, вот с каждым таким выступлением сейчас я тоже вижу свое развитие, насчет того, отличаются ли лекции в онлайне и в оффлайне, на мой взгляд, она отличается не очень, ну, мне, как немножко интроверту, мне, наверное, проще выступать все-таки в онлайне, потому что, ну, это как ненастоящее выступление, ты как будто там себе рассказываешь, я могу поместить свое изображение рядом с камерой, смотреть на него и самому себе рассказывать просто так, но главное делать это громко, чтобы меня остальные слушали, и если будут какие-то проблемы, допустим, я могу попросить, вот, когда вот трансляция пройдет, вот, пожалуйста, вырежьте вот этот кусок, ну, я себя так могу убедить, и мне как бы спокойнее рассказывать, что вот, если там где-то будет косяк, его потом можно после прямой трансляции вырезать, но в то же время я должен отметить, что в онлайне, в оффлайне я, точнее, в онлайне я быстрее устаю рассказывать, потому что я не чувствую того эмоционального отклика, который я, который есть в оффлайне, я в Нонограде тоже несколько, тоже читал лекцию, и, собственно говоря, я как будто нахожусь в едином понедельном поле с моими слушателями, и буквально с полуслова их понимаю, а вот, например, в онлайне, когда мне в чатике пишут вопрос, я могу буквально понять, ну, абсолютно не так, как задумывал его, собственно, тот, кто его задает, то есть была лекция по клоночным батареям, меня спрашивают про батареи, а я думаю, что это имеется в виду аккумулятор, например, ну, потому что слушатель от меня расположен очень далеко, я не вижу его жестикуляции, его мимики и так далее, и сразу понять, допустим, что он имеет в виду, я не могу. Разница в контекстах, это, кстати, один из таких важных моментов и пунктов, которые часто забывают и теряют, и действительно коммуникация, особенно там и разные формы коммуникации, письменная, устная, они воспринимаются, и достаточно долго обсуждался момент, и сейчас тоже периодически поднимается различными следователями речи, как писать правильные письма, деловой переписки или просто ставить смайлики, не ставить смайлики, как выражать свои эмоции, через какие эпитеты, через какие формы. Окей, Диана, расскажи, пожалуйста, теперь про этот опыт, как раз, как ты, во-первых, ну, интересный момент про наставников, который мы сейчас обсудили, про наставников, либо про тех, с кем ты согласовываешь свой контент, есть ли те, кому ты первично его даешь, вот некие такие редакторы или кто-то, ну, и вот разница между первым текстом, который ты написал, наверное, и сейчас, который ты пишешь. Чувствуешь ты ее или нет? Видно, она тебе незаметно. поменялась ли? Самый первый текст мой, это был 2015 год, я в Сириусе ходила по вечерам на кружок пресс-центр, и недавно я нашла статьи, которую писала там, и поняла, что действительно очень сильно поменялся стиль речи, вообще поменялось то, о чем я пишу, то, как я формулирую свои мысли, то есть, и при этом, если говорить уже о последних, может быть, ну, последних годах, так, двух, то можно сказать, что тогда уже ничего не поменялось, потому что то, как я пишу, зависит только от моего вдохновения, то есть, вот, если сейчас мне прям безумно хочется писать статью, то, скорее всего, она будет очень качественной. Если мне не очень хочется, или вроде как сегодня мысли не формулируются, то она будет, скорее всего, не очень качественной, то есть, все зависит только от моего настроения и от вдохновения писать в этот момент. А насчет наставников, ну, наставников у меня нет, но, когда я что-то написала, я кидаю в основном людям вообще не из этой сферы, то есть, это могут быть те же программисты, которым я кидаю статьи о нантехнологиях, если они все поняли, значит, статья хорошая, или наоборот, вообще даже не олимпиадникам, которые ничего общего с этой сферой не имеют, то есть, они читают, они мне говорят, что конкретно они не поняли, и я пытаюсь это переформулировать так, чтобы было понятно любому человеку, который это прочитал. спасибо. Светлана, и такой же примерно вопрос тебе, ну, и я бы его немного переформулировал, как человеку, как ты сказал в самом начале, с филологическим образованием, с журналистом, вообще, и с большим опытом работы, и в том числе, и с детьми, и с школами, а как мотивировать и как преодолевать, помогать ребятам вот это вот чувство белого листа, и как не сделать так, чтобы ребенок получил некий такой вот травму от написания, что вот это вот травматический процесс, когда ты что-то начинаешься писать. Я слушала, когда, ну, всех, всех ребят сижу, думаю, а когда я сама начала, потому что, ну, начала я достаточно давно, во-первых, во-вторых, я ВКонтакте зарегистрировалась в 2007 году, это тоже довольно давно, и, собственно, ну, все люди примерно одного со мной возраста, они вот с 2007 года являются авторами контента, хотя, кстати говоря, уже кто-то из нашей компании произнес, вот переход от потребления контента к производству контента, да, мы все тоже дружно проходили, моя, например, стена личная ВКонтакте когда-то состояла из репостов, из чужого контента, несмотря на то, что я журналист, да, я профессионально работаю с текстами, и потом я только перешла к собственному, но не важно, вот я понимаю, что мне не важно, когда я начала, мне важно, ну, вот сейчас было ответить себе на вопрос, что изменилось, в моем случае совершенно точно изменился фокус, то есть, когда я начинала, вот просто личную страницу, да, личный контент без профессиональных интересов, без там каких-то усложнений, я писала про себя, да, фокус на меня, я, вот я центральная фигура, моя жизнь, и все, с годами, с опытом, с взрослением, я надеюсь, фокус перемещается на предметы обсуждения, когда я сейчас пишу, я понимаю, что персонализация важна, да, об этом Настя говорила, потому что, ну, по каким-то причинам из множества блогов, да, люди выбирают Настю, выбирают Эдуарда, выбирают, там, не знаю, мою страницу, выбирают по разным причинам, то есть, я должна там присутствовать, потому что, ну, в целом, да, тем, как я оформляю там свою страницу, свои записи, я людей привлекла, и это ответственность, кстати, ну, об этом я тоже готова порассуждать об ответственности во второй части вопроса, но мне бы не хотелось, чтобы, читая мои тексты, люди думали обо мне, я хотела бы, чтобы люди, читая мои тексты, они думали о предмете разговора, чтобы они вместе со мной искали ответ на какой-то вопрос, об этом тоже Настя говорила, это отличный прием, это профессиональный прием задать вопрос и на него ответить, и, в общем-то, В большинстве случаев, если мы начнем сейчас думать о том, а зачем люди читают, да, вот то, что мы пишем, мы говорим о том, зачем мы пишем и почему. Люди же по каким-то причинам и с какой-то мотивацией это читают, что они там ищут. И это не нужно выдумывать, эти ответы, они уже есть. Люди ищут то, что сделает их жизнь лучше, ну, в широком понимании, да, в каком-то случае они найдут, не знаю, какое-то эмоциональное состояние, да, это про впечатление, где-то они найдут сферу применения своих способностей и талантов, да, если им расскажут о возможностях, а где-то они узнают то, что они пытались узнать где-то вот, ну, сами, но этой информации по каким-то причинам не было. Вот, и я понимаю, что, ну, вот у меня этот переход, он происходил долго, но поскольку, тут тоже есть такая штука, про педагогов говорят, да, ну, вообще про людей, которые публичные профессии имеют, они вообще на входе в профессию хотят внимания и они его любят. Мне кажется, что все равно блогерами так или иначе становятся те, кто любят внимание, кому это важно, кому важен именно отклик, иначе нет смысла. В журналистике то же самое, если ты не хочешь отклика, ну, в профессиональной журналистике вообще нет смысла этим заниматься, здесь то же самое. Но вопрос в том, что если рассказ о себе это вообще твоя единственная цель, то, скорее всего, тебе либо будет трудно, либо у тебя все как-то пойдет не так, и все того же хейта, о котором мы поговорим, будет больше, вот. Поэтому переход вот, ну, от себя, да, из своего мира все-таки к предметам обсуждения и фокус на то, что мы открыли, чтобы, ну, передать это знание и впечатление. Вот, а что касается страха чистого листа, я бы тут тоже говорила про ответственность, вот, как меня воспитывали, да, вот, про ошибки. Почему страшно делать ошибку? Потому что, ну, это вот, ну, что-то прям непростительное, это твою репутацию испортит, это повлияет твой будущий успех. Но это же неправда. Нельзя доводить, там, ну, стремление к совершенству и стремление сделать что-то хорошо до вот такой вот, ну, нервной атаки, что если я не сделаю это хорошо, то лучше я вообще не буду делать. Это вопрос не только, ну, прям сильного перфекционизма, это вопрос, ну, в том числе и для чего мы это делаем, вот, вот зачем мы это делаем, да. Если в школе нас приучили все делать ради оценки, и мы в это свято верим, и мы стараемся заслужить хорошую оценку, то нам трудно. Потому что, когда мы начинаем что-то делать, мы начинаем писать и думаем о том, какую мы получим оценку, то, ну, это ужас, это не всем под силу, и это именно тот страх чистого лица. Если мы думаем о другом, о том, зачем мы действительно это делаем, да, а мы все, ну, вот, в нашем круге мы все это делаем добровольно. У нас разные мотивы, которые пересекаются, у нас разные пути входа в это, но у нас мы не ради оценки это делаем, мы в основном это делаем вот ради поиска, ну, единомышленников, да, ради передачи информации, ради, ну, образования каких-то сообществ, ради объединения. И когда мы строим, ну, такие мостики, когда мы думаем о том, что нас прочитают люди, которым это тоже нужно, а не о том, что кто-то будет нас оценивать, мы просто делаем это по-другому. Ну, к тому же, когда мы понимаем, что мы можем не делать, если не хотим, и делаем только тогда, когда можем и хотим, да, то, о чем, ну, ребята тоже говорили, то, ну, так тоже гораздо проще, когда это недобровольно, и когда ты думаешь об оценке, то... Поэтому нужно настраиваться на то, что ты это делаешь не, ну, это не, ну, в общем, не переоценивать значимость этого всего в своей жизни, да, и цель себе ставить вот эту вот, такую мирную, на объединение, на развитие сообщества и светлых идей. Спасибо. К сожалению, как бы не хотелось продолжить еще поднять много-много-много тем, которые мы, в том числе, проговорили здесь и о которых стоило бы поговорить побольше. Время нашей трансляции заканчивается. Подытоживая все сказанное, я бы хотел, ну, и понимая, что основная аудитория сегодняшней нашей лекции, скорее всего, семинара и, скорее всего, те, кто будет смотреть в дальнейшем, это не только ребята, которые пытаются встать на путь блогерства, но это и те значимые взрослые, которые их окружают, мне кажется, что важно является не бояться дать детям возможности, во-первых, и пробовать себя в чем-то, и пробовать себя в написании, в создании материалов. Им нужен и здесь, чтобы их поддержать, чтобы направить это в содержательное русло, чтобы направить это в некую форму того, что это было бы продуктивно, это было интересно и познавательно для них. Это именно поддержка со стороны взрослых, со стороны наставников, это некоторая такая форма, скажем, как редакторского заказа, в том числе, может быть, и некоторая форма первичной оценки, направления в нужном русло, направления движений. Ну и, конечно же, как мне кажется, выкладывание это все в сеть, это форма саморефлексии, не стоит бояться на первых этапах, как уже многие ребята сказали, не стоит бояться того, что что-то будет воспринято не так. Это не оценка пятерка или тройка, это попытка себя мотивировать, себя развивать дальше. Любой критик, можно ее воспринимать в том числе и как способ дальнейшего развития. Коллеги, мне было очень интересно, надеюсь, что и остальным тоже понравился этот диалог. С удовольствием бы продолжил еще, но вынужден попрощаться. Всем спасибо и до свидания.